есть такое место в москве называется серебряный бор это природный заповедник в черте города это сосновый лес река бездонное озеро пляжи и дачи доехать сюда можно или на машине или до метро полежаевская далее на троллейбусе 86 конечная остановка серебряный бор в этом месте в серебряном бору во время великой отечественной войны в 1942 году началось формирование танкового корпуса на самом деле в 1930-х в 1950-х годах серебряный бор был окраиной москвы и здесь стояли деревянные жилые дома и дачи а сейчас это островное место оставили как памятник природы и за ним дальше разрослась москва есть несколько легенд почему это место называется именно серебряный бор но стопроцентной уверенности в их достоверности нет поэтому назвали так место и назвали серебряный бор и серебряный в общем-то это место можно было назвать сосновый бор потому что здесь преобладают сосны а еще тут водятся куницы и лисы зайцы барсуки и белки за которыми можно под наблюдать в их естественной среде старинные дачи окутанные историей чистый воздух и многовековая красота продолжают притягивать сюда большое количество отдыхающих здесь есть такая внушительная спасательная станция потому что место находится в окружении воды реки отсюда видно ярко-красный живописный мост который расположен над проспектом маршала жукова и связывает серебряный бор и крылацкая и вот они пляжи с белым песочком и чистой прозрачной водой в которой можно купаться вода действительно очень чистая и прозрачная даже не верится что в пределах москвы есть такое шикарное место чистой природой чистым воздухом здесь такой стенд о корневой системе деревьев которые здесь находятся и действительно если посмотреть то здесь стоят деревья с корневой системой которые выходят из земли наружу и люди приспосабливают эти корни для своих нужд и это очень интересно в серебряном бору очень много находится дач и они начали появляться здесь в 1930-х годах это были госдачи партийной элиты а в 50-е годы это дипломатические дачи принадлежавшие иностранным посольствам жили здесь также знаменитые артисты писатели художники есть дача лемешева советского оперного певца которая стала даже местом съемки фильма московская сага по роману аксёнова жила здесь также людмила зыкина советская певица любимица брежнева была здесь и дача берии в 1937 году заключенными был сооружен хорошовский выпрямительный канал сделавший серебряный бор островом на канале тогда появился причал с двумя протонами сторожил до сих пор зовут этот причал причалом берии 1972 году серебряный бор даже привозили на катере президента сша никсона сейчас на реке ходят в основном частный водный транспорт московский кубок москва 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 Вот это причал на пляже. Субтитры сделал DimaTorzok Пляжи здесь сейчас хорошо оборудованы. Есть кабины для переодевания и душевые. Субтитры сделал DimaTorzok Есть здесь и кафе, естественно, но так как это место считается крутым и богатым, цены тут тоже, в общем-то, нехилые. Здесь в Серебряном бару на берегу реки есть такая территория, на которой расположены прозрачные беседки для отдыха на 8 мест и цена аренды такой беседки 12 тысяч на один день. Аренда матрасика 1000 рублей в день. Вот эти беседки за 12 тысяч, приходишь туда со своими продуктами и есть возможность приготовления шашлыка вот здесь на природе, это входит в стоимость аренды беседки. Тут рядом есть пляжик с лежаками. тут же на территории еще одно свое кафе. Здесь стоит такой шатер. Предполагаю, суть по виду, что, возможно, вечером здесь проходят танцы, а днем здесь проходит обучение катанию на доске по реке. Стоимость такого катания на доске две с половиной тысячи, полтора часа, полчаса обучения и полтора часа катания. И вот ребята пошли кататься. Сейчас будут залезать на доски и отправляться по реке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот так ребята сплавляются на этих досках. И в общем-то проходят довольно приличное расстояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уехать отсюда можно на такси и на маршрутке по карте тройка до троллейбусной остановки. А можно сделать круголя и дойти пешком до троллейбусной остановки мимо дач. Вот слева зеленый забор, это дачи, про которые я говорила. В советское время из 200 дач 11 принадлежало МВД, 5 КГБ, 16 Моссовету, а еще тут были дачи Посольские, Аргентины, Болгарии, Японии, Франции, Англии, Кореи и Ливана. Были также дома отдыха ЦК КПСС, Правды и даже Шпионская школа. А сейчас на этих дачах, предполагая, что живет в общем-то тот же контингент, в общем-то люди не бедные. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии и до встречи!